добрый день в этом видео я расскажу как собирается кривой кубик 2 на 2 который также можно встретить под названием юан фэнк производится компанией вай джей можно подумать что это какая-то очередная модификация зеркального кубика 2 на 2 но это нечто другое да при перемещении он теряет форму и собирается в принципе как 2 на 2 но есть у него некоторые особенности главная особенность заключается в том что у него есть три версии собранного состояния по крайней мере он выглядит в этих версиях гармонично вот стандартная позиция которая поставляется из коробки в виде такой вот волны можно развернуть верхний слой на 180 градусов получится вот такая уже как бы рыбка также если вернуть в исходное состояние сделать движение вот такое получается вот такая подковка и в любом из трех положений кубик выглядит собранным но все три формы разные основная же вот такая если вы умеете собирать кубик рубика 2 на 2 то попробуйте собрать и эту уголок самостоятельно если не получится то вернись к этому видео для всех остальных я вкратце покажу как собирается обычная 2 на 2 и теми же алгоритмами собирается кривой кубик 2 на 2 будем считать вот такое положение основным здесь острый уголок здесь острый напротив и 2 скругленных но можно собирать в начале и любую другую форму только в некоторых случаях это будет сложнее чуть позже покажу подробнее стоит также отметить что здесь есть одинаковые элементы если мы сделаем вот так то увидим что вот этот элемент и вот этот одинаковые в связи с этим возникают некоторые интересные моменты о которых расскажу позже при перемешивании получается что-то вот такое переходим к первому этапу классическом кубике 2 на 2 на первом этапе нужно собрать первую сторону ну к примеру белую это делается интуитивно либо при помощи алгоритм под названием пив-паф вот посмотрим три белых элемента стоят рядом и кажется что можно сюда поставить 4 но если следовать методу для начинающих здесь должны быть цвета одинаковые а значит пока сборка у нас не так уж и хорошо идет рядом с бело-синим уголком нужно поставить другой бело-синий для начала его нужно найти ищем его сверху сверху такого нет ищем в других местах он нашелся вот здесь где бы он не нашелся его надо поднять на верхнюю грань вот с этого мы начинаем сборку его держим снизу слева спереди а следующий просто поднимаем наверх вот он отсюда его можно поставить рядом и теперь вот эти два элемента стоят хорошо рядом с этим должен быть бело-красный сейчас он удобно стоит давайте посмотрим где он еще может быть может быть здесь тогда если у нас собрано пока только два можем его просто вот так вот опустить может он быть здесь но в таком виде белым цветом вверх если мы его пустим вот так то цвета не будут совпадать в этом положении можем отвести его вот сюда и отсюда вот таким движением поставить на место и цвета будут совпадать также может располагаться здесь но вот так то есть белым цветом направо и тогда нам пригодится тот самый пиф-паф о котором я говорил если нужный цвет который должен быть снизу обращен вправо мы делаем следующее движение поднимаем правую грань поворачиваем верхнюю грань по часовой опускаем правую грань и верхнюю грань возвращаем и вот элемент становится на место ну и последний уголок мы пиф-пафами будем ставить то что можно конечно поставить вот так но тогда вот этот элемент разрушится на этого нам не нужно располагаем над своим местом и делаем пиф-паф до тех пор пока угол не станет туда куда нужно напомню что кубик 2 на 2 состоит из 8 внешних элементов и все эти элементы углы у них по три грани если белая наклейка обращена вверх нужно сделать три пиф-пафа один пиф-паф второй пиф-паф третий пиф-паф и тогда грань собирается если белым цветом обращен на нас то можно сделать 5 пиф-пафов либо один обратный то есть мы сначала поворачиваем верхнюю грань потом поднимаем правую возвращаем верхнюю и опускаем правую ну и классический случай когда белый цвет обращен вправо делаем один пиф-паф так мы собираем первый слой на кубике рубика сделаем то же самое на кривом кубике и в принципе можно начинать с любого элемента так как много похожих главное сначала поставить рядом два каких-то которые совпадают по форме можно найти уже готовые к примеру такие можно собрать свои попробуем подведем два вот этих элемента рядышком и видим что как-то они не совпадают попробуем другое вот такое и здесь уже более-менее совпадает можно продолжать рядом с этим мы поставим элемент которого вот эта часть поменьше вот примеру такой и сюда самое сложное нужно поставить элемент у которого одна часть не высокая а другая высокая здесь мы видим элемент стоит уже с двух сторон высокий нужен другой понятно что вот этот искривленная сторона вместо белого цвета именно этой стороной нужно направить вниз здесь оба края вроде бы высокие посмотрим другой не высокая часть высокая получается что вот эта сторона которая вместо белой направлена вправо делаем пиф-паф смотрим что получилось по форме все совпало но у нас получилось подкова можно собирать и так но возникнут некоторые сложности если вы хотите чтобы сборка была проще лучше эту подкову не собирать а сделать так чтобы вот эти острые уголки были напротив по диагонали как эту ситуацию исправить ну просто вместо вот этого острова сюда поставить какой-то другой элемент допустим мы начинаем сборку вот с этого и вместо вот этого нужно поставить другой у которого есть короткий край Где короткий край? Ну вот какой-то элемент с коротким краем Таким образом он подойдет с длинной стороны Вот есть другой короткий край Можно поставить вот так По форме совпадает Так могло получиться у вас и сразу Но я показываю все возможные случаи 2. Хорошо Понятно, что напротив должен быть острый Он стоит как раз здесь, но развернут Приподнимем его Вот наш первый слой Два элемента Вот этот элемент острый Нужно поставить вот сюда Делаем пиф-паф Видим, что это оказался не тот острый Нужен другой, у которого вот это ребро подлиннее Ищем острый другой Вот какой-то Можем поставить его вот так И получилось уже хорошо То есть один острый Вогнутый Другой должен быть выпуклый Если вы не хотите собрать подкову Ну и сюда уже что осталось С одной стороны короткий С другой стороны длинный Вот примерно такой Кривая грань справа Делаем пиф-паф Видим, что ребра были наоборот Ищем другого кандидата Вот, к примеру, вот этот Кривая грань наверх Значит делаем три пиф-пафа Один Второй Третий Получаем Все хорошо Проверяем Главное, чтобы форма совпадала Цвет здесь все равно одинаковый Первый слой собран Далее на кубике рубика Нужно развернуть верхние углы Желтой стороной вверх Сейчас вот два уголка ориентированы правильно А два нет Независимо от того, сколько углов правильно развернуты Это может быть один угол Два угла Все углы Либо ни одного Мы делаем одно и то же Перехватываем кубик Желтой стороной влево То есть первый слой, который мы собирали Должен быть справа После чего Смотрим вот на этот уголок Задний, левый, верхний Если он повернут правильно А желтый должен быть слева То мы его пропускаем Подворачиваем следующий Если нужный цвет Направлен вверх То мы делаем 4 пиф-пафа Первый пиф-паф Второй пиф-паф Третий пиф-паф Четвертый пиф-паф Уголок развернулся как надо Не обращаем внимания, что здесь все перемешивается Если будем делать правильно, то все восстановится Далее Важно Кубик не перехватываем Вот так вот делать нельзя А просто поворачиваем левую грань На себя И смотрим на следующий уголок Если он развернут не тем цветом Смотрим, куда направлен желтый Если желтый направлен назад Делаем два пиф-пафа Первый Второй Так делаем до тех пор, пока все углы не развернутся В нашем случае развернуть нам было два угла Этап завершен Развернем уголки на нашем кривом кубике Первый слой собран Смотрим, что на втором И видим, что наши все криволинейные грани направлены вверх А значит этап уже собран И можно его пропустить Но допустим, нам так не повезло В этой ситуации мы видим вот здесь вот криволинейная грань Это вместо желтой на обычном кубике Значит ориентировано правильно Вот это ориентировано вбок Вот эта кривая вверх И эта кривая вбок Получается, что нужно развернуть два уголка Вот этот и вот этот Все элементы нашего кубика Углы Их 8 штук Все равнозначные Для этого опрокидываем гранью, которая должна быть верхней, налево И смотрим на вот этот элемент Задний, верхний, левый Кривой гранью Элемент направлен вверх А значит делаем 4 пиф-пафа Первый Второй Третий Четвертый Проверяем Все хорошо Подворачиваем следующий Этот ориентированный правильно Следующий Кривой гранью направлен назад Значит делаем 2 пиф-пафа Первый Второй Если у вас размешалась правая часть, когда левая собрана Значит вы перехватили кубик Чего делать нельзя Смотрим что получилось Вообще все красиво У нас даже все элементы относительно друг друга встали правильно Что бывает не всегда Чаще возникает какая-то вот такая ситуация, где элементы все-таки нужно переставить Для перестановки уголков на классическом кубике 2х2 в методе для начинающих я рекомендовал алгоритм из кубика 3х3 Можно использовать разные, но просто этот уже изучен, поэтому его легко применять и для 2х2 Если вы не собирали кубик 3х3, то придется его выучить Если собирали, то просто применить Алгоритм меняет два задних уголка местами Удобно найти два угла, которые стоят правильно друг относительно друга Вот эти два угла с зелеными сторонами совпадают И можно их пододвинуть так, чтобы одна из граней собралась Полностью зеленая грань, остальные пока не собраны, боковые И вот эти два угла нужно поменять местами Располагаем их сзади, так чтобы перед нами была собранная грань И делаем следующие движения Правая грань на себя Верхняя грань два раза, неважно в какую сторону Правая грань от себя Верхняя грань два раза, опять неважно в какую сторону Правая грань на себя Передняя грань по часовой стрелке Потом пиф-паф, который мы уже делали Правая грань на себя Передняя грань против часовой Правая грань дважды, неважно в какую сторону И верхнюю грань доворачиваем против часовой стрелки Кубик становится собран Бывает такое, что на верхней грани нет уголков, которые совпадают с цветами Зеленый, синий, красный, оранжевый, синий, зеленый, оранжевый, красный Тогда у нас не получится поставить правильные уголки перед собой и поменять только задний Здесь можно использовать специальный алгоритм под названием копье Либо использовать предыдущий дважды Берем кубик любой стороной, главное, чтобы первый слой был снизу Делаем тот же самый алгоритм Правая грань на себя, верхняя два раза Правая от себя, верхняя два раза Правая на себя, передняя по часовой Пиф-паф Правая грань на себя, передняя против часовой Правая грань дважды И верхняя против часовой Осматриваем, что получилось Видим, два красных уголка стоят рядом Можем их подвести к красной грани И вот одна грань собрана А два задних уголка нужно поменять местами Просто из этого уже положения делаем алгоритм еще раз На себя два раза От себя два раза На себя, передняя по часовой Пиф-паф На себя, передняя против часовой Правая дважды Вверх, доворачиваем против часовой стрелки И кубик собран Ну и переставим элементы на нашем кривом кубике Что здесь нужно в первую очередь увидеть? Да, понятно, что вот эти три элемента По форме друг к другу подходят Но они в первую очередь должны совпадать По форме и с нижним слоем Видим, что вот эти два уголка Между собой стоят хорошо Надо проверить, так же ли они будут хорошо совпадать С нижними элементами Вот здесь не совпадают, есть зазоры Поворачиваем Вот здесь совпадают Значит это их место Они должны стоять здесь А вот эти два надо переставить Так же мы могли бы взять вот эти два элемента И попробовать найти их место Здесь не подходит Вращаем нижний слой Здесь не подходит Здесь не подходит И здесь не подходит Несмотря на то, что они красиво стоят Они стоят неправильно Для подобной конфигурации нижнего слоя Для классической А значит мы возвращаемся к вот этим элементам Ставим их хорошо Располагаем перед собой И делаем тот же самый алгоритм, что на кубике 2 на 2 Место него можно использовать и другое Если вам удобнее К примеру Теперь На себя Вверх два раза От себя Вверх два раза На себя Передняя грань Под часовой Пиф-паф На себя Передняя против часовой Правая дважды Доворот И кубик собран Но не всегда бывает так хорошо Возможно ситуация вот такая И никакие два элемента рядом не стоят По форме не совпадают Все как-то выбиваются Виден внутренний пластик белый И это нехорошо Главное убедиться, что нижний слой собран правильно Это так И можно из этого положения Либо сделать алгоритм копье Если вы им владеете Либо применить предыдущий дважды Сначала из любого положения Главное, чтобы верхняя грань была сверху На себя Вверх два раза От себя Вверх два раза На себя Под часовой Пиф-паф На себя Против часовой Правая дважды И доворот И появляются уже какие-то красивые конструкции Опять среди них ищем те, которые совпадают Понятно, что вот эти два элемента Они в форме подковы Нам вряд ли помогут Вот эти вот Как и в прошлый раз Должны быть хорошими Находим их место Чтобы убедиться в этом Да Ничего не выступает Все красиво Располагаем перед собой И делаем еще раз тот же алгоритм На себя Два раза От себя Два раза На себя По часовой Пиф-паф На себя Против часовой Дважды Доворот Все стало хорошо В случае, если вы начали с подковы Может возникнуть вот такая ситуация Подкова выглядит вот так Может быть вохнутой Либо выпуклой Без разницы Кажется, что вот эти два элемента стоят хорошо Да и эти два стоят неплохо И какие-то два нужно поменять местами Потому что эти два можно совместить с нижними элементами И станет все красиво Захочется вот эти два поменять Также мы можем совместить вот эти два элемента Тоже с нижней гранью И станет тоже все по форме А значит поменять нужно вот эти два Какие же из них поменять? Вот эти элементы похожи И эти похожи Но эти абсолютно одинаковые А эти симметричные Если мы посмотрим вот так Они возвышаются к внутренней части Становятся ниже к внешней У этих же одинаковая выпуклость Если мы поменяем два вот этих элемента местами Ничего не поменяется Менять нужно обязательно вот эти два Потому что они не одинаковые Давайте проверим мое утверждение Поменяем сначала вот эти два Возьмем круглыми элементами к себе И сделаем алгоритм На себя вверх два раза От себя вверх два раза На себя передняя грань Пиф-паф На себя против часовой Дважды доворот Эти как стояли на месте так и стоят Эти же места им поменялись Но визуально ничего не изменилось Но если мы возьмем вот эти острые элементы Перед собой И будем менять вот эти То ситуация должна поменяться На себя вверх два раза От себя вверх два раза На себя передняя по часовой И вплав На себя Против часовой Правая дважды Доворот И вот у нас все собрано Мы поступили бы аналогично Если бы поменяли верхнюю и нижнюю грань местами То есть начали собирать Вот с этой более выпуклой И заканчивали бы вот этой вогнутой Вот эти острые элементы одинаковые И их менять нет смысла А вот эти полукруглые Симметричные И их надо менять Если вам не хочется в это все вникать То просто собирайте не с подковы А с классического основания Которое выглядит вот так То есть располагайте острые элементы По диагонали И тогда все будет проще Как я показывал чуть раньше Напомню как переходить Из одного собранного состояния в другое Вот у нас волна Классическая Дальше разворачиваем верхнюю грань на 180 Получается рыбка С этой стороны и с этой Сверху выглядит так же Ну если мы вернем базовое положение И либо по этой оси Либо по этой Делаем движение на 180 градусов То получим подкову Здесь выпуклую Здесь вогнутую На этом все хитрые моменты Закончились Покажу пример сборки Для закрепления Выбираю любой уголок Но лучше острый Допустим вот этот острый Не вот эти части нам важны острые А вот этот Который внешний Здесь у нас с внутренней частью Здесь с внутренней частью Угол То есть белый торчит А нам нужен именно вот этот остренький Рядом с ним нужно поставить Какой-то полукруглый Со длинной частью Этот остренький Не будем ставить Вот этот попробуем Но он скорее всего не подойдет Так как он здесь коротковат Ну наверное подойдет вот этот После нескольких сборок Вы уже запомните Какие кому подходят И будете их быстрее находить Вот часть есть Теперь вот сюда Нужен остренький И видимо низкий Низкий, острый Это вот этот Пока у нас собрано только два угла Можем отвести его назад И поставить вот сюда Ну а четвертый элемент Встал сам Подбирать не пришлось Но если бы это было не так Мы бы нашли на верхней грани Уголок У которого одна часть короткая Другая длинная И поставили бы его сюда Каким-нибудь пиф-пафом Смотрим на верхний слой Все четыре уголка Развернуты неправильно Вот эта криволинейная часть Должна смотреть наверх А нет Один наверх смотрит А значит нужно развернуть Только три Обращаем верхнюю грань Налево Смотрим вот на этот уголок Криволинейная часть Сверху Значит делаем четыре пиф-пафа Один Два Три Четыре Подворачиваем следующий Но опять кривая часть сверху Делаем еще четыре Один Два Три Четыре Следующий Кубик Не перехватываем Этот Стоит хорошо Пропускаем Здесь опять кривая часть наверх Также делаем четыре Смотрел бы назад Делали бы два Один Два Три Четыре Смотрим что получилось Кубик Собрался Так бывает И бывает довольно часто Ну допустим что у нас не так Вот какое-то здесь Перемещение есть Кажется что вот эти два Стоят хорошо Но мы помним что такая конфигурация Бывает у подковы А мы начинали не с подковы Значит мы места Не найдем Два полукруглых А никогда не состыкуются С одним круглым А другим острым Ну проверим на всякий случай А значит Вот эти два Наши друзья Полукруглый И острый Они стоят рядом Можем найти их место Как раз оно Располагаем перед собой И меняем вот эти два Местами На себя Два раза От себя Два раза На себя Получасовой Пиф-паф На себя Против часовой Дважды До ворот И кривой кубик Два на два Собран У меня получилась Рыбка Сделаю Обычную волну Ну и при желании Если хочется Можно сделать Подкову Вот такой вот Нехитрый Кубик Два на два В интересной форме И у него Три собранных Состояния Собирается Не сложно Если вы знакомы С кубиком Рубика Два на два Называется Yuan Feng Производится Компанией YJ Или просто Кривой кубик Два на два Тренируйтесь И все у вас Получится А на этом все Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok